Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Заканчивая разговор о Второй мировой войне, мы сегодня поговорим о том, как силы антигитлеровской, антифашистской коалиции разгромили последнего агрессора в этой войне, милитаристскую Японию. После того, как советские войска при помощи западных союзников в мае 1945 года добили в Европе фашистского зверя, после того, как был взят Берлин, война продолжилась только на Тихом океане. И вот о событиях Тихого океана, там, где страны-союзники боролись с Японией, мы с вами сегодня и должны побеседовать. Мы с вами остановились, обсуждая события на Тихоокеанском театре военных действий на конце 1942-го, начале 1943-го года, когда американцам в результате побед сначала у Атолла Мидуэй, а затем в сражении на острове Гуадалканал удалось остановить японскую экспансию. И дальше для Японии все становится все хуже, хуже и хуже. Связано это было с тем, что по сравнению с Соединенными Штатами Америки, Япония вообще, можно сказать, не обладала никакими серьезными ресурсами, и экономическое превосходство Соединенных Штатов становилось все более и более подавляющим. Американцы могли произвести гораздо большее количество военной техники, гораздо большее количество кораблей, самолетов, танков, вооружения. И в конце концов это неизбежно должно было сказаться. В общем-то прав был японский адмирал Исороку Ямамото, который после атаки японцев на Пёрл-Харбор, если верить широко распространенной исторической легенде, сказал, мы разбудили спящего гиганта. Действительно, спящего гиганта разбудили. Кстати, сам японский адмирал Исороку Ямамото, автор вот этой вот фразы, погиб 18 апреля 1943 года. Это была одна из наиболее успешных таких диверсионных операций, проведенных Соединенными Штатами Америки. Президент США Франклин Рузвельт прекрасно знал, какую роль сыграл Ямамото в разработке плана нападения на Пёрл-Харбор, в разработке плана морского сражения у Атолла Мидуэй, которая только случайно закончилась победой Соединенных Штатов Америки. И вот тут Рузвельт дает приказ Ямамото достать. И американские летчики перехватывают самолет японского адмирала, когда он инспектировал войска на островах Тихого океана. В результате Ямамото погиб, а Япония лишилась одного из своих самых талантливых морских командиров. А дальше шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, остров за островом американцы начинают очищать Тихий океан от японского присутствия. Японцы еще пытались в начале 44-го года переломить исход войны. В марте 44-го года японские войска начинают вторжение в Индию, в Британскую Индию, надеясь получить контроль над этими ресурсами. Бои в Индии идут до июня 44-го года, и в конце концов японская армия терпит там поражение и вынуждена отступить. После этого пространство, которое контролирует Японская империя, все больше и больше сжимается. Следующее крупное боевое столкновение на Тихом океане началось в октябре 1944 года, когда американцы готовят высадку на Филиппины. Филиппинские острова, тогда это была колония США, еще в 41-м году были захвачены японцами, и теперь американцы желают их отбить. Бои на Филиппинах идут с 20 октября 1944 по 2 сентября 1945, то есть до самого окончания Второй мировой войны. И именно там, на Филиппинах, сражался последний из японских солдат Хироо Анода, который отказался признать капитуляцию Японии и сдался местным властям только в 1974 году. Сражение за Филиппины, в общем-то, американцы выиграли. Основные бои там завершились где-то к маю 1945 года, но на отдельных филиппинских островах, в филиппинских джунглях японцы продолжали сопротивляться. Сражение при Филиппинах можно выделить двумя, пожалуй, такими любопытными моментами. Во-первых, в сражении при Филиппинах происходит крупнейшее, самое масштабное в ходе Второй мировой войны морское сражение. Это морское сражение, битва в заливе Лейте, которое произошло 24-26 октября 1944 года. Американский флот вторжения встречается с японским флотом, и результат этого сражения для японцев катастрофичен. В результате превосходства американцев и в воздухе, и на море японский флот уничтожен полностью. Японцы потеряли 4 авианосца, 3 своих линкора, в том числе и один из двух самых крупных линейных кораблей Второй мировой войны, линкор «Мусаси». Потеряли 8 крейсеров, 12 эсминцев, японский флот был уничтожен полностью, и фактически больше японцам на море всерьез воевать было нечем. Второй важный момент, который стоит отметить применительно к битве при Филиппинах, это первое в истории массовое применение камикадзе. Камикадзе, японские летчики-смертники, это, пожалуй, одна из самых романтизированных таких страниц в истории войны на Тихом океане. Само название камикадзе в переводе с японского означает «божественный ветер». Так японцы называли два тайфуна, которые в 13 веке спасли Японию от нашествия монголов Хана Хубилая, уничтожив монгольский флот. Теперь же вот такие вот летчики-смертники, которые должны будут направлять свои самолеты на палубы американских кораблей, взрываться сами и уничтожать вражеский флот, должны были сыграть роль такого божественного ветра. Это была последняя, пожалуй, надежда Японии на перелом в ходе войны, или, по крайней мере, надежда умереть и погибнуть с честью. Первая атака камикадзе была проведена 21 октября 1944 года. В ходе как раз сражения в заливе Лейте японский летчик атаковал флагман австралийского флота, тяжелый крейсер Австралия. И атаковал удачно, ударил в палубу, крейсер был серьезно поврежден. В дальнейшем японцы будут применять не только самолеты камикадзе. Будут разработаны и созданы пилотируемые бомбы, такие крылатые бомбы, которые будут сбрасывать с бомбардировщиков, и пилот будет управлять закрылками этой бомбы, чтобы точно попасть в американский корабль. Будут созданы специальные управляемые, пилотируемые торпеды, которые подводники-смертники будут направлять в американские корабли. Будут созданы начиненные взрывчаткой катера. В целом, конечно же, термин камикадзе, он ассоциируется именно с летчиками. Если посмотреть, то за всю войну японцы подготовили около 4 тысяч летчиков камикадзе, 3 912. И большинство из них погибли, пытаясь защитить свою Японию. Про камикадзе ходит много различных легенд. И про тот ритуал, которым сопровождался вылет камикадзе, когда ему подносили последнюю чашку саке, когда он в кабину с собой, своего самолета, брал свой японский самурайский меч. Ходили и такие легенды, что камикадзе отправлялись в свой последний полет на специально спроектированных самолетах без шасси с запасом бензина только в одну, точнее керосина авиационного, только в одну сторону. Однако вот это вот скорее всего легенда. Дело в том, что самолеты без шасси в принципе взлететь не могут. А вот разработанный в Японии самолет Цуруги, Ки-115 Цуруги, отличался тем, что шасси сбрасывал при взлете. И вот такой самолет действительно вернуться на базу уже не мог. А сброшенные шасси потом использовались для других самолетов такой же модификации. Но, однако, не зафиксировано фактов использования вот таких самолетов в боевых действиях. Их даже не успели по большей части доставить в войска, и они были найдены уже потом на японских военных заводах. Так что рассказы про то, что камикадзе летали на самолетах без шасси, это, наверное, все-таки красивая, но легенда. Вообще, на самом деле, о камикадзе сложено немало всевозможных легенд. И вот эти летчики, яростно пикировавшие на вражеские корабли, овеяны таким романтическим ореолом. Герои, отдающие свою жизнь за родину. Но мне бы хотелось все-таки здесь сказать одну важную вещь. Вот эти вот герои, отдававшие свою жизнь за родину, это были люди, насквозь пропитанные японским фанатическим милитаризмом, и ради этого готовые не только умирать, но и убивать, и убивать жестоко. Японская военщина во Второй мировой войне совершила не меньше военных преступлений, чем германские нацисты. И если, например, забить в поисковик сегодняшней сети интернет что-нибудь типа нанкинская резня, можно очень подробно ознакомиться с теми военными преступлениями, которые совершали вот эти вот герои. Поэтому, конечно, отдавая дань мужеству японских летчиков Камикадзе, наверное, все-таки не стоит их излишне романтизировать и делать из них таких белых и пушистых героев. Многие сегодня исследователи говорят о том, что Камикадзе это была такая последняя самоубийственная попытка, которая по большому счету не была эффективной. И это немножечко расходится с теми статистическими данными, которые, скажем, опубликовало военное министерство Соединенных Штатов Америки. По статистике 68% всех случаев травматизма на американских кораблях в ходе Второй мировой войны, все ранения так или иначе, 68% из них связаны именно с действиями Камикадзе. И только оставшиеся 32% приходятся на все остальные виды поражений кораблей. От артиллерийского огня, от бомбардировок, от торпед и так далее. Если просмотреть на то, какого успеха Камикадзе добивались, то, как замечено, 60% кораблей, атакованных Камикадзе, если в них попал хотя бы один такой самолет, должны были отправиться на ремонт без шансов. Даже один одиночное попадание самолета Камикадзе выводило американский корабль из строя, а если уж два попадания было или более, то 100% этот корабль требовал серьезного ремонта и из боевых порядков был вынужден выйти. И это, кстати, свидетельство о том, что вполне себе эффективными были атаки Камикадзе. Немало американских кораблей либо были серьезно повреждены, либо даже отправлены на дно японскими летчиками-смертниками. Всего, по подсчетам историков, американский флот от Камикадзе, от атак Камикадзе, потерял 34 корабля потопленными и 288 поврежденными. Впрочем, на фоне того количества кораблей, которое было построено флотом Соединенных Штатов Америки, эти цифры какими-то запредельными не выглядят. Следующим крупным сражением на Тихом океане стало сражение за остров Ивадзима. Ивадзима это вот дальний рубеж обороны собственной Японии. Один из островов, который входил в состав Японской империи еще до того, как началась война, до того, как началась японская экспансия. И вот там, на Ивадзиме, 19 февраля начинается первое в истории сражение, собственно, на японской территории. Когда анализируют сражение за Ивадзиму, длившееся с 19 февраля по 26 марта 1945 года, конечно, опять же, упоминают большое количество атак Камикадзе. А американские историки говорят о том, что это было самое кровопролитное сражение с точки зрения потерь, которые понес корпус военно-морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Американские морские пехотинцы, вынужденные сражаться на Ивадзиме, встретили отчаянное сопротивление японцев, которые, в принципе, не желали сдаваться в плен. Более того, весь японский гарнизон, практически 20 тысяч человек, оборонявших Ивадзиму, когда стало понятно, что сражение, в общем-то, проиграно, покончил жизнь самоубийством. При этом, несмотря на то, что японский гарнизон был полностью уничтожен, в целом, общие потери убитыми, ранеными, пропавшими без вести у США в сражении за Ивадзиму все-таки больше. Победа на Ивадзиме оставила свой след и в истории фотографии. Одна из самых известных фотографий Второй мировой войны. Фотография, номинированная на престижную Пуллицеровскую премию. Это фотография, как американские морские пехотинцы поднимают флаг, американский флаг над островом Ивадзима, свидетельствуя собственную победу. В ходе сражения за Ивадзиму американцы, для того, чтобы сломить волю японцев к сопротивлению, 9-10 марта 1945 года производят крупнейшую бомбардировку Японии. Там использовались обычные зажигательные бомбы и японская столица, Токио, была уничтожена практически полностью. Более 100 тысяч человек погибло за вот эти вот два дня от американских бомбардировок. А тем временем американский флот подходил все ближе и ближе к границам Японии. А дальше американцы все ближе подбираются к японским берегам. Следующее крупное сражение развернулось вокруг острова Окинава. С 1 апреля по 23 июня 1945 года американский флот проводит операцию «Айсберг». По сути дела, Окинава это был последний обвод обороны японцев. Дальше уже, собственно, японские острова. И вот это вот сражение за Окинаву признается самым кровопролитным сражением в истории войны на Тихом океане. Общие потери Японии составили около 100 тысяч человек. Гарнизон Окинавы, так же, как гарнизон Ивадзимы, не желая сдаваться в плен, те, кто выжил до конца сражений, покончили жизнь самоубийством. Союзники потеряли в сражениях за Окинаву 12 тысяч убитыми и 38 тысяч ранеными. Сражение за Окинаву американцами было превращено в грандиознейшую операцию по высадке на сушу. Более 1600 американских кораблей поддерживали морскую пехоту США и других стран антигитлеровской коалиции в высадке на этот остров. Японцы сражались отчаянно. И именно там, в сражении при Окинаве, нашел свою смерть самый крупный из морских надводных кораблей эпохи Второй мировой войны, японский знаменитый японский линкор Ямато. Линкор Ямато 6-7 апреля 1945 года выходит в свой последний поход. Японцы надеялись, что этот могучий исполинский корабль подойдет к острову Окинава, сядет на мель и будет превращен в такую плавучую батарею. Мощные орудия Ямато должны были нанести страшный урон американскому флоту, но не тут-то было. Американцы перехватили Ямато еще на подходе, и 7 апреля линкор, забросанный бомбами и торпедами с американских самолетов, отправился на дно вместе со своим адмиралом. Последний свой поход Ямато уходил с запасом топлива только в один конец, и все, в общем-то, понимали, что это такой поход самоубийственный. Поэтому, наверное, даже моряков с линкора Ямато можно занести в состав тех, кто считается камикадзе. Да, на Окинаве камикадзе применялись тоже в огромном количестве, и немало есть фотографий, заснявших как раз японские самолеты непосредственно перед атакой тех или иных американских кораблей. После того, как сражение на Окинаве закончилось, в общем-то, было понятно, что американцы и англичане, и австралийцы будут высаживаться уже непосредственно на японских островах, если не произойдет что-то экстраординарного. После поражения на Окинаве японцам уже, по сути дела, надо было сдаваться, хотя они готовились к обороне, собственно, японских островов. Кроме того, у японцев в Китае оставалась достаточно мощная, насчитывающая почти миллион человек, квантунская сухопутная армия. Поэтому на Потсдамской конференции стран Большой Тройки, стран антигитлеровской коалиции, которая прошла в пригороде Берлина с 17 июля по 2 августа 1945 года, вопрос о войне с Японией стоял достаточно остро. И союзники надеялись, что Сталин выполнит свое обещание, которое дал еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 года о том, что Советский Союз вступит в войну с Японией. На Потсдамской конференции страны Большой Тройки выдвинули Японии ультиматум. 26 июля 1945 года Япония получает ультиматум, так называемую Потсдамскую декларацию, которая требует безоговорочной, безо всяких условий капитуляции Японии. Японское правительство эту капитуляцию отклонило. 28 июля японский император Хирокита отказывается от того, чтобы сдаться. И вот тогда в дело вступает Советский Союз, и тогда в дело вступают Малыш и Толстяк. Разгром Японии связан с двумя важными точками. Во-первых, американцы для того, чтобы продемонстрировать мощь своей военной промышленности, 6 и 9 августа 1945 года, первый и единственный раз в истории человечества применяют в реальной жизни атомное оружие. 6 августа 1945 года американский самолет Энола Гей, бомбардировщик, взлетев над Японией, сбрасывает над городом Хиросима изделие, которое называлось «Литл бой», «Малыш». Это была одна из двух подготовленных для Японии атомных бомб. В течение всей Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки работал так называемый «Манхэттенский проект». Американские физики работали над созданием ядерного оружия, и вот теперь впервые оно было применено. Бомба «Литл бой», «Малыш» взорвалась над Хиросимой, и масштаб потерь был весьма и весьма велик. В Хиросиме погибло около 70 тысяч человек непосредственно при взрыве, около 60 тысяч погибли в результате ожогов и ранений, а также радиоактивного излучения. В течение полугода после применения бомбы в Хиросиме еще 140 тысяч человек умерло от лучевой болезни. 9 августа 1945 года еще один американский бомбардировщик сбросил бомбу «Фэтмен», толстяк, над другим японским городом Нагасаки. Бомбардировка Нагасаки добавила к количеству тех, кто погиб от ядерного оружия, еще 60-80 тысяч человек по разным подсчетам. В общем, оружие было продемонстрировано страшное, хотя сегодня многие считают, что никакой военной нужды в бомбардировках Японии атомным оружием не было. Тем более, что 9 августа 1945 года в войну с Японией вступает СССР. Сталин пообещал на Крымской конференции, что ровно через три месяца после победы над Германией советские войска вступят в войну с Японией. 8 августа 1945 года Советский Союз объявляет Японии войну. 9 августа советские войска наносят удар по японским войскам в Китае. В результате Япония разгромлена, Квантунская армия сдается. И 14 августа 1945 года японский император Хирохито дает отмашку на принятие Японии под Сдамской декларацией. Вот это предложение о безоговорочной капитуляции было принято Японии 14 августа. И в этот же день американские радиостанции объявили о том, что война с Японией заканчивается. На улицах американских городов ликование, вот именно тогда было сделано знаменитое фото моряка, который целует медсестру на улицах американского города. И это фото украсило собой обложку журнала Life. 15 августа 1945 года японский император Хирохито обращается к японской нации, сообщая о капитуляции. Впрочем, непосредственно церемония подписания капитуляции была отложена более чем на две недели. Американский флот подошел к берегам Японии и в Токийском заливе. На борту американского линейного корабля Миссури 2 сентября 1945 года в присутствии представителей всех главных стран антигитлеровской коалиции японские дипломаты подписывают акт о капитуляции Японии. И вот именно эта дата, дата 2 сентября 1945 года считается датой окончания Второй мировой войны. Вторая мировая война на Тихом океане закончилась и у нас в общем-то заканчиваются наши лекции об этом событии. Впрочем, впереди еще важный разговор. Мы должны будем поговорить о том, как заканчивал Вторую мировую войну в Берлине, а потом в Маньчжурии Советский Союз. А также обязательно нужно поговорить о том, как советский народ на оккупированной территории и в тылу на советской территории пережил вот эти страшные годы Второй мировой войны. Об этом будут наши следующие лекции. А сегодня благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok